Всем здорова дорогие друзья, с вами как всегда Ник, мы продолжаем играть с ними в различные андроид игрушки и возвращаемся в Mortal Kombat Mobile. Сегодня мы пройдем испытание на Tremor Aftershock, а уже на уровне сложности Старший Бог. Итак, в вашем отряде должны быть только персонажи из внешнего мира, и в вашем отряде должны быть только персонажи Ермак или Коталькан. Давайте начнем именно с Ермаков и Котальканов, для начала. Нам понадобятся соответственно Ермаки и соответственно Котальканы. Так, ну я возьму самых сильных Ермаков и самых сильных Коталей, это именно вот эти два Ермака. И Коталь у нас еще получается этот, как его зовут-то, по-моему Темный Властелин, да, если я не ошибаюсь, да. А Ермаки эти, Повелитель Души, Дух у меня, ну Дух видимо у меня низкого слияния, просто давайте проверим, мне чисто интересно. Да, он у меня всего шестого слияния. Будем играть с вами за классического Ермака. Нам нужен только последний бой, бои перед этим мы с вами пропустим. Так, мне понадобится здесь непосредственно, давайте я возьму все-таки, я даже не знаю блокбрейкер взять, либо молот гнева. Ладно, давайте не будем выпендриваться, возьмем блокбрейкер и посмотрим, как пойдет. Здесь что, потом оденем молот гнева, если блокбрейкер себя плохо покажет. Также нам нужен счет для увеличения запаса здоровья и дополнительных критов. И также нам понадобится медальон душ для увеличения, для снижения расхода силы на спецприемы. Ну и будем пропускать первые, собственно, 24 боя. Первые три башни мы с вами пропустим. Все, кроме последнего боя, то есть боя с боссом, самого интересного боя, так как здесь в награду дается лишь монеты. Тут за промежуточные бои, типа, 5, 10, 20, 25 не дается, ну, 25 дается, естественно, но вот там, где 30 боев, то есть, допустим, в той же третьей башне, там и в четвертой, в том числе, и в пятой, там не даются награды за бои с ограничениями дополнительными, то есть помимо времени. А вообще так-то, собственно, в сложности старший бог, каждый бой, он на время идет. Даже бои с боссами. Так, давайте мы это все пропустим. Ну, как обычно, короче, пропускаем 24 боя, играем только последний бой для первых трех башен. В награду нам должны насыпать чуток душ за прохождение этой башни. За первую дадут набор снаряги за 70 тысяч монет бесплатно, которые стоят, имею в виду, 70 тысяч монет. И за прохождение третьей башни идет самая жирная, по сути, награда, это пак за 150 душ. Это даже больше душ, чем дают, по-моему, за прохождение пятой башни в этом испытании. Конечно, там еще перс дается, который тоже в души у нас превратится, поэтому будет больше, чем 150 душ, но все равно. Так, давайте мы пропустим еще, получается, три боя, и у нас будет, собственно, файт с боссом. Так, окей. Последний бой пропускаем с вами. И у нас босс. Победить пока время не стекло. Босс Афтершок обладает каменной аурой, пока она активно его при спецприеме замедляет противника, сам он получает меньше урона. 17 400 атаки и 146 тысяч здоровья. Нормально, кстати, так. Может быть, даже не... Нет, нет, он отлетит от второго спецприема, потому что пока я буду накапливать силу с нуля до второго спецприема, я, по-любому, надамажу его крайне мощно. Вообще, если он доживет даже до моего второго спецприема... Плюс у него еще замедление будет неприятное. Главное, чтобы он не истощал и не глушил слишком часто, и я мог быстро накопить силу. Так как я не взял молот гнева, мне придется накапливать силу дольше, чем обычно. Нифига себе, я перебил его атаку во время его атаки. Я решил рискнуть, и это забавно работает. Давайте посмотрим, какой будет урон через каменную ауру. Допустим, на 100% мы с вами закинем. И затем через первый попытаемся его добить. Может, что-то годное выйдет из этого. Да, нормально, пойдет. Но чувствую, на последней башне он будет не настолько легкий, как сейчас мы с ним справились. Ой, господи, так громко на самом деле. Может, чуть потише сделать даже. Так, собственно, прошли мы с вами вторую башенку. Получаем небольшое количество душа, именно 40 штучек. И направляемся с вами в следующий бой. В следующий бой у нас будут персонажи из внешнего мира. Но это будет достаточно просто, потому что я смогу использовать вообще любых персов из внешнего мира. Я возьму просто в качестве основного бойца, императора, ну, завоевателя Шаукана. И еще бы хотелось взять что-то наподобие либо урона. Давайте я для урона все возьму. То есть я возьму, к примеру... Сейчас, сейчас покажу кого. Я возьму Горыча. Где у нас Горыч? Вот Горыч... Горок классический. И я возьму, соответственно, еще для увеличения урона Бога Солнца Коттеля. И мы пойдем с вами играть вот именно таким составом, скажем так. Надо только Шаукану надеть, снарягу еще. Что логично. Нам понадобится молот гнева. Нам понадобится шлем Шаукана. И нам понадобится амулет душ Ермака. Тот же самый, который мы использовали на классическом Ермаке, чтобы сократить расход силы на спецприем. Два. Хотя я не уверен, что мне так и понадобится уж, на самом деле. Можно даже вместо него взять этот... Сейчас покажу, что. Мы можем взять вместо него что-то для увеличения урона от рентгена. Кстати, какая снаряга сильнее всего увеличивает урон от рентгена? Воскрешенным противникам это мне не нужно. Кровавая кукла Вуду не дает увеличения урона от рентгена. Может быть, опустошитель? Нет, он от спецприема один. Поезд тени уменьшает урон от рентгена и фатальных атак. Опическое кольцо Синдал тоже ничего не дает. Блин, у меня такое ощущение было, что какая-то и снаряг почему-то увеличивала урон от рентгена. Может быть, я путаю, конечно. Но вроде бы такое ощущение, что была такая снаряга. Но я не могу вспомнить, что это за снаряга. Но я имею в виду, не считая, вот, снаряг редкий для персов. Ну ладно, возьму, короче, кулаки дракона. А, блин, подождите-ка. А, да-да-да, нет, все правильно, все правильно, да. В общем-то, таким мы отрядом будем играть, вот с такой снарягой. Следующие две башни. Так, поехали. Собственно, кулак Шаолиня Кунлау... Ой, фу-то, блин, зачем я это читаю? Мне просто что-то пропустить бои. Погнали. Короче, пропускаем эти бои. И да. И в этот раз я, короче, купил себе в магазине облепихового морсика. Поэтому у меня есть что попить и хотя бы не так жарко. Да. Давайте мы пропустим опять же... Сегодня именно не так жарко. Потому что вчера было вообще капец, какая жарень. Там 35 градусов, все дела. А сегодня уже, я думаю, меньше 25. Ну или что-то около того. Плюс дождик всю ночь шел, прямо было классно. Хорошо выспался сегодня. Так, поехали дальше. Нам нужно сыграть с вами и в этой башне, соответственно, только 25-й бой. Я думаю, мы этот же отряд будем использовать и на... Как это сказать-то? И на 4-й башне. Именно в финале. Хотя можно вообще взять, знаете, финал чисто шелкана. Но, возможно, придется ему немножко другую снарягу поставить, когда мы будем воевать с другими пацанами. А персов можно и таких же оставить, по сути. Нас интересует сейчас только 25-й бой. Поэтому предыдущие бои перед ним мы все пропускаем. И также пропустим их в 3-й башне. Так, 23-й. Ну и последний бой пропускаем за 10 кусков. Отлично. Тремор 14-550, 131 тысяча здоровья. Но это вообще ни о чем, как бы. Кстати, если кто знает, скажите, короче... Как оно называется-то? Какая снаряга увеличивает урон от рентгена? Сильнее всего. Не считая вот клыков дракона. Есть ли какая-то снаряга, которая будет посильнее, чем клыки дракона? Так, поехали. Ну, это смерть стопроцентная. По-моему, он не сокращает урона от рентгена. Костяной щит этого тремора. Поэтому 286 тысяч урона, как бы, и... Иди гуляй, Вася. Вот это я понимаю нормальный урон. Поехали далее. Так, получим только, естественно, свою награду. Именно набор за 70 тысяч монет. Может быть, что-то годное выпадет? Нет, нифига подобного. Лишь одни повторные карточки. Ну, хотя бы редкая карточка повторная. Одна. Хоть побольше монет мне насыпали. Так, ну и мы переходим к последней башне, к которой мы будем скипать с вами. Ну, бои, в которые мы будем скипать. Это, собственно, точно такие же требования. У следующей башни будут, опять же, такие же требования. Давайте, короче, пропускать бои. Нас с вами интересует только, получается, 30-й бой. Здесь, как вы видите, с самого начала уже требуется по 9 кусков для пропуска боев. А в конце башни придется тратить по 20 кусков за пропуск боя. То есть, это очень такое недешевое удовольствие пропускать бои. Даже за монеты. Поэтому, если вы новичок, у вас еще нету снаряги, либо нету персов серебряных всех десятого слияния, в том числе и бронзовых, даже эксклюзивов, я бы не советовал вам пропускать. Это только вот пропускать бои, это только для тех, за монеты, кто... Во-первых, допустим, я еще пропускаю, чтобы мне записывать было недолго. То есть, если бы я не на запись играл, то я бы, не знаю, там, 4,5 часа проходил примерно это испытание, я бы там проходил временами. Допустим, сейчас прошел одну башню, пошел по делу, дела какие-то по дому, снова прошел башню и так далее. А так как я записываю, я прохожу все запойно, почти что одним разом, ну, либо с одним перерывом на зарядку телефона, так как все-таки сложный старший бог проходится долго, достаточно. Даже учитывая, что я пропускаю первые три башни, последние две проходятся вот примерно часов, 2 часа где-то так, в среднем. Блин, я чуть было не нажал бой сейчас. Чуть не мискликнул. Так, опять же пропускаем. Интересно, останется ли у меня, как оно называется-то, 3 ляма. Или же я потрачу все эти 3 ляма на пропуск боев. Мне кажется, должно остаться у меня. Мне там, хотя вот уже не уверен. Но вроде должно, вроде да, вроде хватит. Там, по-моему, хотя вот сейчас уже по 24 тысячи снимают. Ну, я думаю, 3 ляма останется в любом случае. Даже если не останется сейчас, я их потом быстро насобираю. Так, пропускаем 28-й бой. Да, 3 ляма осталось уже замечательно. И последний бой с вами пропускаем. И нас ждет босс. 170 тысяч 500 здоровья, 20 тысяч 400 атаки. Поехали. Ну, разговор с боссом у нас будет короткий. Просто рентген и все как бы с этим. Просто каменная аура, она понижает урон от спецприемов. И с помощью второго спецприема можно не добить противника. А так как у нас не стоит с вами амулет душ Ермака, мы не сможем даже 2 спецприема 2 подряд использовать. Именно поэтому бью рентгеном. Потому что я специально поставил снарягу для того, чтобы увеличить урон от рентгена максимально. И персов я тоже для этой задачи поставил. Именно гора, который дает 20% бонуса к атаке. Еще и коталькан, который дает 30% бонуса к атаке. Представителем внешнего мира. А шаукан у нас из внешнего мира. Он император внешнего мира! Да, поехали. Все, короче, миссии с пропусками мы прошли. Дальше уже будут полные прохождения остальных башен. Так, давайте мы посмотрим, короче, что за перс нам упадет. Повторный будет персонаж, либо нет. Итак, набор за 150 душ. Поехали. Меня и душа, и перс устроит. И то, и другое. Итак, здесь у нас перс. Неплохо. Возможно, еще одно десятое слияние. Или же... О, вот это красота! Вот это мне надо! Это хорошо! Кейси Кейдж спецагент. Уже седьмое слияние. Осталось еще три штуки. И смогу ее на десятку поднять. А мы переходим с вами к четвертой башне. В вашем отреи должны быть только персонажи из внешнего мира. Точно такой же, только уже без пропусков будем играть. Так как там уже пропускаются бои за души. Ладно, поехали. Еще главное нам не использовать с вами Котали. Котали не юзаем, если что. Так, только персонажи из внешнего мира. Но персонажей внешнего мира у нас достаточно много. Давайте мы поставим... Так, Котали и еще кого-то там не надо использовать. Я уж забыл кого. Котали и... Я забыл. Сейчас я проверю. А, Ермаков, да. Котали и Ермаков не используем. Окей, я вас понял. Они нам пригодятся для... Ну, вы поняли. Итак, короче. Возьмем с вами... Фильтр поставим на внешний мир для начала. И не используем Котали. То есть у нас будут три мелины драться. Также черный дракон Кано. Забоеватель Шаокан. И... Шестой перс у нас получается... Барака Кара. Да? Ну, окей. Начнем тогда с бараки. И нам еще понадобится пара персов. Блин, надо было убрать серебряный и бронзовый фильтр. Персонажей внешнего мира очень много, поэтому... Я не думаю, что мне не хватит их. Так что я поставлю пока две Скарлетт. И на бараку мы, естественно, отцепим полный комплект снаряжения. Для увеличения, во-первых, урона, критов, пробоя блока. И еще нам понадобится что-то для увеличения набора силы. Пусть это будет, как обычно, моя любимая кровавая кукла Вуду. Снаряга, которую я практически в каждом бою использую. Очень классная снаряга. Даже когда в Войнах фракции играю. Ну и поехали, короче. Первый бой. Темный Рейден. Буг Рома Рейден. И держимый Кенши. Поехали. Продолжение следует. Ну давайте проверим, как себя покажет у нас Рейден Темный. У него, кстати, вот это вот к моим негативным эффектам куча всяких. Не то чтобы неуязвимостей даже, а наоборот. То есть он хилится от кровотечения. И так далее, и тому подобное. Ну конечно, ну ты вообще оборзевший, конечно. А кто меня поджег? Кенша что ли какой-то или кто там? Не важно. Начинаем, короче, за бараку, а дальше пойдем уже за немного других персов. Пока что вроде начало неплохое. Неприятно, конечно, было с Рейденом сражаться. Я думаю, с другими пацанами полегче будет. И так далее, и так далее. Он, наконец-то, загрузилась. Мы продолжаем. Так, ну, три баргу мы навесим сразу кучу кровотечений. А он умер вообще. Его мои атаки вкупе с кровотечением, с постепенным уроном от кровотечения, просто добили очень быстро. Так, извини барака, но я первый провел свое комбо. Ты уж не серчай. Ну нет, тебя твой блок уже не спасет. У тебя слишком мало здоровья осталось. Главное, случайно, опять же, не взять какого-нибудь из котелей на башню. Потому что они нам могут реально пригодиться в последней башне. Так, следующий бой был Грома Рейден, Огненные Кулаки Люкан и Саб-Зеро Триборг. Поехали. А еще нам, возможно, придется с Шалканом использовать не Котель Кана, когда мы дойдем до 30-го боя, а кого-нибудь другого. Потому что, как мы сами понимаем, Котель, он пригодится для последней башни. А когда мы будем проходить последний бой, возможно, я возьму в основную команду, в том числе Котеля Бугасонца, для увлечения урона моего основного дамагера. Который будет, скорее всего, классическим Ирмаком. Может, это будет, конечно, и Котель Темный Властелин, может, это будет и кто-то еще. Ну, поехали, короче. Сразу сделаем вот так. Блин, ну, конечно, выжил засранец, стоит отметить. Нифига себе, он меня надамажил, конечно. А как тебе такое? 18 тысяч урона чисто со добивающего комбоудара. Ох ты, удивительно, что он, кстати, сейчас не использовал... Я истощу на всякий случай его, чтобы он не стал на мне использовать свои длинные комбинации с заморозкой. И при этом еще не заморозил через спецприем. Именно поэтому я ударил сейчас в щит с Абзиро Триборго. Какая-то быстрая у него стойка стала. Раньше она вроде была более медленная, сейчас она какая-то очень быстрая стала. То есть этот поклон Таркатанский. Так, Стрелок Кудзинь, Деканья Дракон Оборачиваю, Держимый Кеншо. Окей, поехали. Чем дальше будем идти, тем легче нам будет с вами сражаться. Против противников. Противников. Поехали дальше. Теперь против нас Кудзинь непосредственно. Эх, не сработал добивающий комбоудар. По непонятной причине вот сейчас сработал. Но это как бы стопроцентная смерть для противника. Ой, ты еще и не заблокировал, но так это почти убийство. Но немножко не хватило, конечно, урона совсем чуть-чуть. Так, ну здесь он блок поставил, поэтому он тоже выживет. Но ненадолго. С колена просто завалил парня. Очередная победа за Бараку. За Бараку. Барака! И мы отправляемся на последний бой. Здесь у нас постепенный урон. Неприятное ограничение, но я надеюсь, я вывезу. Два моих нелюбимых ограничения в подобных битвах, то есть в испытаниях, это темная магия, постепенный урон. Ну, это одно и то же, грубо говоря. И еще получается, есть этот неприятное такое ограничение, как случайная смена. Вот эти ограничения самые бесячие, остальные, в принципе, нормальные. Отлично, длинная комбо сработала. Добиваем Горыча. О, сработало еще одно длинное комбо, замечательно. Давайте мы сразу добьем Бараку. Думаю, вот заваншотим даже в блок. Ну, и здесь тоже идет ваншот, скорее всего, по Ермаку, потому что у него мало здоровья. Собственно, изи, бризи, изи, вин. А мы отправляемся с вами уже играть за другую команду. Получим, конечно же, монеты. И соберем себе новый отряд. Давайте мы поставим сейчас во главе нашего отряда... Ну, для начала, конечно же, возьмем, допустим, кого-нибудь Кабала. Возьмем какого-нибудь, я не знаю, там... Ну, давайте возьмем еще кого-нибудь типа Джей Дня Мертвых. И в качестве основного перса у нас будет выступать непосредственно Кану, да? Как я понимаю. Кану. Блин, а я случайно забыл про Кану. Мог бы не играть за Бараку, а играть чисто за Кану. Ну, тогда, наверное, мы не будем за Фараона играть. И начнем играть сразу за Кану, раз уж такие дела. И потом за Трех Милин сыграем из-за Шао Кана. Я что-то забыл совсем, что у меня есть еще Кану. Давайте я возьму здесь Блок Брейкер. Для большей вероятности вывода на завершающие улучшенные комбоудары. Которые позволят нам повысить урон. Победите, пока время не истекло. Первый бой, в принципе, все готово. И мы отправляемся в следующую серию побед за Каныча. Вот я чувствую, что 100% будет случайная смена на 10-м бою. Одно из моих нелюбимых ограничений. Нам просто главное Ермаков не использовать и Коталей случайно не поставить в отряд. И все будет зашибись. Я думаю, босса я все равно убью с рентгена Шао Кана, даже без Коталя, который дает 30% бонуса к атаке. Ну посмотрим, сколько у босса будет здоровья. Даже если Рентген его не добьет, он очень много урона ему нанесет. Видите, сколько добивающий комбоудар наносит урона. Я, наверное, не буду тут упарываться именно для того, чтобы сделать бруталку, а буду просто проходить спокойно. Я уже 500 миллионов раз сделал просто бруталку на Кана. Хотя, знаете, давайте еще раз сделаем бруталку, ну или хотя попытаемся сделать бруталки. Причем хочу сделать оба вида бруталок. И оригинальную, и... И, собственно, упрощенную версию бруталки. Хочу сделать и ту, и ту. Раз у меня в прошлом прохождении получилось сделать оригинальную бруталку, а только упрощенную версию. Давайте мы сразу добьем гора. Так, спецприемы отключаем бедному Кудзиню. Ой, а я его сейчас не убью ли в случае? Да, я его просто убью, и я не смогу бруталку провести. Из-за того, что это был болгрома Рейден с достаточно низким запасом здоровья, ему добивающий комбоудар очень много здоровья снял. Ну ладно, постараемся в последних трех боях сделать бруталку. Надеюсь, у меня это получится. Кстати, интересно, почему Кану имеет шкалу силы в начале матча? Это его родная снаряга для бруталки дает, что ли, такую пассивку? Так, уменьшаем урон. Блин, сейчас истощение пойдет, неприятная тема. Так, добиваем Кенши. Давайте еще Кудзиня сразу грохнем. Блин, опять выходит персонаж с маленьким запасом здоровья. Не буду, наверное, здесь бить третьим ударом. Вот сейчас попробую сделать бруталку. Отлично, это оригинальная бруталка. Это оригинальная бруталка, то есть полностью качественная. С потемнением экрана, но есть еще и упрощенная версия бруталки, которая делается немножко по-другому. Я постараюсь сделать ее сейчас тоже. 3000 монет. Ну, как я и говорил, здесь за промежуточные бои... А, это не промежуточный бой был. Ну, так или иначе, даже за бои с ограничениями, то есть типа 10-го боя, там 15-го, 5-го, 25-го, 20-го, не дается... не дается душе, дается только за последнюю битву, если они подразумевают себе это душе. Ну, поехали, короче, разбираться с следующими оппонентами. Сейчас попытаюсь сделать бруталку уже упрощенного типа, которая работает немного не так. То есть вы видели, как работает стандартная бруталка. Сейчас я попробую сделать нестандартную версию бруталки. Но это будет гораздо, мне кажется, посложнее. Блин, он первый меня ударил почему-то, ну ладно. Так, у нас Айракс, короче. Интересно, будет он юзать первый? Нет, не юзает, смотрите-ка. Но он использовал второй. Вот сейчас я попытаюсь сделать бруталку второго типа. Не получилось. Не сработал шанс просто на особый добивающий компоудар. Ну и ладно. Есть еще один шанс у нас сделать бруталку, последний. Ну а тут еще будет ограничение, поэтому надо аккуратнее играть. Ну конечно, ну вот о чем я и говорил. Просто два моих нелюбимых ограничения. Случайная смена и этот... Как она называется-то? И урон постепенный. И оба они первыми же двумя, короче, на пятой и на десятой битве. Игра просто меня троллит. Поехали. Видимо, родная снаряга Кану реально дает ему шкалу силы. Но я постараюсь нанести как можно больше урона за Кану, так как нам сменят персов в любом случае. Поэтому надо как можно больше урона нанести за Кану. А дальше придется играть за Джейд. За Джейд и Кабала. О, Кабал пришел. Блин, она заблокировала. Блин, а второй спецприем-то будет неприятно получить, я так скажу. Давайте мы второй спецприем используем на бедную Таню. Он достаточно неплохо дамажит. Но здесь я только обычную бруталку смогу сделать. Да. Не получилось у меня сделать вторую вариацию бруталки, потому что... В один раз не сработал шанс. В первом бою вообще зафейлил, не стал использовать, даже пытаться сделать бруталку. А в остальных боях просто у противника много... Очень мало здоровья было, я их просто добил обычными ударами. Окей, короче, давайте заменю отряд, и мы с вами продолжим. Как-то так у нас выглядит следующий с вами отряд. Во главе у нас Мелина Пронизывающая. Потом будет классическая Мелина. В качестве основного бойца. А потом будет Мелина Хищная. Ну и, естественно... Последним будет Шаокан. Так, у нас первый бой. Снаряга стоит точно такая же практически. То есть, шлем Шаокана. Этот... Револьверы и... Ой, что я мало урона нанес. Но Пронизывающая Мелина, она в любом случае 2 сая кидает при первом спецприеме, поэтому... Какого хрена? Когда он успел вообще блок поставить? Я же вроде во время комбо закомбил. Как он успел поставить блок, непонятно. Ну ладно, окей. Поставил, так поставил, в принципе. Кто я такой, чтобы его судить? 3 с половиной тысячи. Ну почти. 3,250 получаем с вами. Скорпион Инферно, Мстительный Шинок и Скорпион Классический. Следующие наши оппоненты. Окей, я вас понял. Поехали, разберемся с ними. Так, первый у нас Инферно, Скорпион. Закидываем в него Сай. Опа-ча, минус один, красота. Сразу разбираемся со вторым Скорпионом. Я даже особо не целюсь, потому что... Первый спецприем с очень большой вероятностью и так убивает соперника. Даже с первого сая. И еще и криты выбивает. Хотя даже если бы я не выбил критов с первого... С одного из сая я бы все равно убил противника с одного... С одного спецприема. Потому что она, как говорится, кидает два сая. И даже если один без критов идет, он наносит примерно... 16 тысяч урона. Минимум. Обычно. А это значит, что как бы... 32 тысячи. А если один сай из крита в 32 тысячи убивает, то, естественно, два сая без крита так же убивают. Потому что крит увеличивает урон в два раза. Обычный урон. Ну, вы поняли, короче, имею в виду. Погнали разберемся с Кун Лао. Ой, не с Кун Лао, а с Люканом. Немного перепутал их. О, слава богу, он не стал использовать свою комбинацию на мне. Опять же, целиться совершенно не обязательно сейчас. А вот здесь лучше было бы прицелиться. Потому что я бы его, если попал два раза без критов, не убил бы. Скорее всего. Даже если бы попал на 100%. Хотя нет, если бы на 100% попал, то убил бы. Так, следующий бой. Я, кстати, наверное, в команду с Шаоканом добавлю еще Скорбную Китану. Она дополнительное очко силы ему даст. И я смогу убивать бойцов в обычных боях со второго спецприема. Также мы немножко снарягу поменяем. Ну, когда будем играть за Шаокана, последние пять боев, соответственно. Блин, пробой блока сейчас не сработал отстойно. Сменился противник. Но на меня при смене еще лечения накладывает это... Китана Дня Мертвых. Вау, нормальный урон внес. По противнику. Так, ну и здесь с обычных ударов просто добиваем. Рейдена. Изи-бризи. У нас остался последний бой за Амелину Пронизывающую. Дальше на классическую будем переходить. За нее посложнее чуть-чуть будет играть. Ей надо будет целиться первым спецприемом, чтобы кинуть два Саи, а не один. Ну, точнее, три, а не два. Бук Грома Рейден, Стрелок Кудзинь и Триборг. У нас нету блокбрекера, у нас нету шлема Шелкана, так что мы будем здесь играть чисто через блоки, потому что снаряжение у наших персов отключено. Тоже, кстати, достаточно неприятное ограничение, если так посудить. Да, я готов, поехали. Жирный уже достаточно Рейден Бук Грома стал. Не так-то легко его удается пробивать. Блин, не успел здесь закинуть первый спецприем. Из-за чего перс сменился. Да что такое, что пробой блока не раб... А, точно, я забыл, что снаряжение отключено. Я думаю, а чё так мало урона? Я только что же говорил о том, что снаряжение отключено, и уже забыл об этом. Ой, слава богу, он не стал использовать хотя бы заморозку. Ух ты, Крит сам по себе сработал, даже без снаряги. Прикольно. Так, ну и за Мелинку мы с вами отыграли. За одну из Мелин. Нас ещё две впереди. Давайте мы поставим следующую Мелину. Уже классическую. Самого сильного перса золотого, по сути. Возьмём Диору Королеву Улья и Эрона Блэка Дня Мёртвых. Также нам понадобится классическая Мелина. На которую мы сейчас навешаем с вами снаряги. Так, ну, я думаю, будет точно такая же сборка, как на пронизывающую. То есть, Кровавая Кукла Вуду, дальше Шлем Шоу Кана и, соответственно, Блок Брейкер, Револьверы. Который дополнительно ещё и Шанс Криту добавляет. Очень нехилый такой. Поехали в бой. Первый. Пока идёт неплохо. Такс, поехали. Почти убили Барайча, буквально за пару секунд. О, ну здесь можно не целиться, так как мы очень много урона несли первым Сая. Ну и здесь тоже, в принципе, можно было не целиться. Ибо Криты делают своё дело. Ну и, соответственно, родной урон Мелины выше, чем у всех персонажей. И здоровье у неё тоже выше, чем у любого перса среди золота. Показатели у неё по атаке и по здоровью самые высокие. Среди всех золотых персов. Раньше, когда персы МК-11 были ещё золотыми, а не алмазными персами, то, по-моему, у Кабала было столько же то ли атаки, то ли здоровья. По-моему, атаки столько же было на десятом слиянии, сколько у Мелины. Но сейчас они алмазные, поэтому Мелина классическая основа занимает самое первое место, не деля его ни с кем по атаке и по здоровью. Среди всех персонажей золотых. Не знаю, зачем я здесь использовал первый, просто потому что могу. Давайте мы Бараку попытаемся убить, отлично. Закинем ещё первый и, в принципе, изи-бризи. Прям за Мелину классическую очень быстро бои проходят. Прям... Я даже не успеваю. Не успеваю осознавать то, что мы так быстро проходим с вами бои за неё. Ещё быстрее, чем запронизывающий. Из-за того, что атаки больше, и она быстрее выносит персов. Даже смотря на то, что нужно целиться первым спецприёмом, обычно целиться не приходится. Именно из-за того, что... Противникам очень много и так урона наносится. Очень часто криты вылетают, в том числе. Так, поехали дальше. Закидываем вот так. Блин, не сработал пробой блока, вот это плохо. Во-первых, он меня истощил. Во-вторых, он заблокировал мою атаку, ещё и выжил. Благодаря пассивке Куанчи. Можно особо не целиться. А вот здесь лучше целиться. Но я промазал, но... Меньше 90% набил, но крит сработал, поэтому я убил у вас одного сая, грубо говоря. Хоть и первый сай вообще не кританул. То есть, да. Рейден Тёмный, Шаолинь Кудзинь, Войн Шакана Кентаро. Поехали. Когда будем играть за Ермаков и Коттелей, будем ещё рекламку смотреть. Надеюсь, она не будет глючной сегодня. И... Все разы восстановит мне энергию. Ну, поехали. Закидываем сразу по Рейдену. Не буду тратить на него силу свою. Здесь можно особо не целиться. И здесь тоже, в принципе, потому что Сай кританул первый. И ещё и добивающий комбо-удар кританул. Так что всё замечательно. Так, у нас последний бой вроде остался. Или это был последний бой? Нет, вот это последний бой. Короче, нельзя терять персонажей. Всё остальное, в принципе, фигня полная. Окей, я вас понял. Мелину я вряд ли потерял. У неё очень много здоровья. Её противнику будет крайне сложно убить. Так что это будет лёгкое испытание. Ограничение. И дальше останется только за алмазную мелину отыграть. И, соответственно, за шалкана. Погнали, разберёмся, собственно, с шиноком. На, получай. Ух ты, почти добил его сразу же. Давайте закинем Сай. Я не буду здесь целиться особо. Понадеюсь на удачу. Ну вот удача меня и подвела, как бы. Да, да, да. Ну вы видите, да, сколько урона она мне нанесла. У меня ещё и щит сработал. Ещё я хилюсь, когда убиваю противника. Так что, в принципе, шансов у них меня победить практически нет. И ограничение это не сыграло особую роль в битве. Так, ну, я соберу сейчас новый отряд. И мы с вами продолжим, собственно, проходить башню. Да, сейчас приду. Так вот, собственно, выглядит у нас следующий отряд, поэтому поехали. Я поставил, соответственно, Мелину не на первое, а на второй слот, чтобы использовать её пассивку по максимуму. То есть мы будем в начале каждого матча просто меняться на Мелину, и она будет пассивкой своей дамажить противника. Также на ней стоит блокбрейкер, родные Саи и шлем Шаокана. Вместо Саи можно было, конечно, поставить и молот гнева, но и на всякий случай, знаете, перестраховался, увеличивая шанс на отхилл, так сказать, с первого спецприёма. Ой, со второго. И с первого в том числе. Так, используем сами первый. Добиваем Триборга. Рейден меня немножко сдамажил. Можно быть и стоило использовать здесь второй, но он более долгий, поэтому я использовал первый, чтобы повыстрее добить противника. Тем более, это бог грома Рейден, у него маленький запас здоровья. Так что, ничего страшного. В команду я поставил 27 Джейд и Ронина Китану. То есть, по сути, такая команда получилась Джейд, Китана и Мелина. Только они не синергируют друг с другом, потому что у них разные команды. Это, как говорится, не команда ассасинов, не алмазная команда, и не команда этого. Дня мёртвых, что ли, вроде бы? Или какая там у меня Китана стоит? А, не команда Ронина. Вот так вот. На, получай. Кстати, когда она бьёт вот этим посохом, она отшвыривает противника, он не успевает блок поставить. Ещё оглушение идёт. Блин, ну почти же добил его. Надо было, наверное, сначала сделать добивающий комбо удар, а потом уже первый спецприём. Но мне пофигу. Как бы и так, и так нормально. Нифига себе он быстро силу накопил, конечно. Вот здесь я, на всякий случай, второй спецприём использую, потому что это Гора, он достаточно толстый, и первый его может просто не добить. Особенно если первые удары первого спецприёма по нему не попадут. Поэтому здесь я использовал уже второй. Если был какой-то персонаж потоньше, использовал бы первый. Следующий бой Ермак Фараон, Сайрокс и Мастер Баланса Кенши. Окей. Сайрокс и Мастер Баланса Кенши. Сайрокс и Мастер Баланса Кенши. Окей. Сразу же меняемся на Милино. Стан. Готово. Первого противника я обычно убиваю без... Вот говно. Говно кусок, а. Ладно, давайте его прикончим. Блин, тут просто с каждого удара идёт крит. Это жесть, конечно. Используем первый спецприем. Я думаю, Сайрокс, он не обладает достаточно высоким запасом здоровья. Просто реально, с каждого, с каждого, грубо говоря, удара идёт крит. Это просто жесть какая-то. Милино вообще не наносит обычный урон без крита. Она всегда только критует. Это жесть, конечно. Так, получаем 4250 монет. Это понятно. 24-й бог, бог Грома Рейден, чернокнижник и стрелок Кудзинь. Окей. Сегодня у нас башня прямо достаточно легко идёт. Вообще без проблем каких-либо. Очень просто нам удаётся её проходить. Так, я хочу себе, наверное, Милино. Сразу. Блин, одного удара всегда не хватает, конечно, чтобы добить противника. Сразу. Ну, Кудзинь, стрелок, точно не выживет. Можно сразу юзать первый. Ну, давайте проверим, убьёт она чернокнижника с первого спецприёма или нет. Нет, убьёт. И, кстати, два удара было без критов. На удивление. Она, по-моему, ещё повышает шанс крит удара, что ли, или типа того. Это Милинка. У неё пассивочка что-то с этим связанная. Слабость накопления силы замедлена. И стрелок Кудзинь, Шаолинь Кудзинь, бог Грома Рейда. Ну, это фигня, опять же. Это ограничение достаточно простое для меня. Собственно, последний бой за Милину. Дальше будем за Шаолкана играть с вами. Да пройдём башню уже за Шаолкана. И будем переходить к последней, к пятой башне. Там уже Ермаки и Коттали у нас будут. Не так сильно замедляется накопление силы, поэтому я вообще на этот счёт не парюсь. Потому что тут ограничение такое. Видите, почти столько же силы я получаю, сколько... И без ограничения этого. Плюс Кукла Вуда сокращает ещё расход силы на... Использование спецприёмов. Опять я не сделал добивающий комбоудар. Но это Рейден, бог Грома, поэтому пофигу. У него очень мало запаса здоровья. Кстати, заметил, что в четвёртой башне пока ни одной алмазки я не видел, по-моему. Может, я, конечно, не заметил её просто, но вроде бы не было ещё алмазок. Видимо, они только в пятой будут. Их будет не очень много. Давайте создадим уже финальный отряд. Собственно, нам понадобится... Сейчас скажу, кто Гора. Нам понадобится также Шаолкан. И нам понадобится... Китана Скорбная. И на Шаолкана мы сейчас немножечко другую снарягу оденем. Не такую, как обычно. То есть, Молот Гнева, да. Также Шлем Шаолкана тоже, да. И вместо вот Клинков Дракона я пока что... Я на последний бой возьму их, конечно же. Но вот пока идёт битва против обычной команды противника, я возьму именно Амулет Душь Ермака. Покажу вам почему. Поехали. Обычных бойцов я не собираюсь выносить рентгеном. И мне нужно как можно больше силы. Шлем вместе с Молотом дают мне 2 очка. Также Кровавый Томагавк мне даёт ещё 1 очко. И Скорбная Китана даёт 4 очка. И это значит, что если я возьму Амулет Душь Ермака, я смогу просто использовать 3 вторых спецприёма подряд. И значит, очень легко пройти бои до босса, скажем так. То есть, смотрите, я просто сейчас буду использовать 3 раза второй спецприём подряд. Моё количество силы мне это позволяет. И Амулет Душь сокращает расход силы на второй спецприём в 2 раза. Именно поэтому я могу просто вот так 3 раза подряд вторым спецприёмом жахнуть и 100% убить каждого из персонажей противника. Видите, изи-бризи. Так, получаем 4,5 куска. Всегда приятно. И отправляемся в следующую битву. Если не будет этих, как они называются, бойцов воскрешающих, либо воскрешающихся, то я смогу легко выносить всех. Но вот здесь неприятно, конечно. Здесь есть Саб-Зиро Триборг. У него щит будет в начале матча, как только он выйдет на поле боя. И надо как-то от этого щита будет избавиться. Либо подождать, пока он спадёт. Но, блин, с другой стороны неприятная заморозка будет от него. Ну, посмотрим, короче, как пойдёт. Вот выходит этот говнюк. И нам надо его сейчас как-то... А, я знаю, я просто его сейчас бруталкой добью. Щит, к тому же, у него уже спал. Даже если бы не хватало урона для бруталки, хватило бы урона просто так убить его. Ну и рейд у нас, соответственно, тоже убиваем через второй спецприём. Тут как бы всё просто. Поехали дальше. Так, нам дальше нужно будет сразиться с Шаолинем Кудзинем, Ханзу Хазаш Скорпионом и Тёмным Рейденом. 28-й бой. Поехали. Предпоследний бой с командой противника. И два боя до босса. Ну, поехали, разберёмся с ними. Здесь никто не воскрешается и... Ни у кого нету никаких щитов, и никто никого не воскрешает, поэтому можно, опять же, просто использовать три вторых спецприёма подряд и вообще не париться ни насчёт чего. 105 тысяч урона, нормально так. Чисто перед основным ударом. Котеля Бога Солнца, естественно, не использую для того, чтобы я смог начать с ним сразу же проходить пятую башню и не ждать, пока у него восстановятся две шкалы силы, ой, энергии. Ну, вы поняли, типа, вот этой вот фигни, которая снизу. Так, Кончи Чернокнижник, Бог Грома Рейден, Стрелок Кудзинь. Опять же, просто три вторых спецприёма и всё, потому что Чернокнижник стоит первым, он сам себя не воскрешает и никого не сможет воскресить после своей смерти уже. Поэтому просто используем второй спецприём и легко его убьём. Также ограничения последние мы прошли в 25-м уровне, перед боссом его уже нету. Так, минус Чернокнижник, короче. Минус Кудзинь Штрелок. Шаолинь хотел сказать. Ну и, соответственно, минус Бог Грома Рейден. Блин, всего 95% доп. урона. Ну ладно, пофигу. А вот на последний бой мы с вами одну из снаряг Шаолкана поменяем. Но только одну. 10 кусков мы получаем, соответственно, за прохождение 29-го боя. Так. И нам нужно поменять только одну снарягу Шаолкана, чтобы заваншотать рентгеном нашего Тремора. Хотя мы и так, может быть, его заваншотаем, но я перестрахуюсь и поставлю все-таки снарягу Гора, который дает ему увеличение, дает пассивкой свое увеличение урона от рентгена. Там как раз-то будет нужно. Даже если каким-то образом у нас Шаолкан, точнее, не Шаолкан, а Тремор выживет, у нас будет еще первый спецприем, чтобы добить его. И Баринген снимает три шкалы силы, а не всю шкалу силы. А Шаолкан единственный перс, который имеет четыре шкалы силы. Кстати, было бы прикольно, если бы был какой-то перс, который сокращает расход силы на использование рентгена. Видите, я использовал рентген, одна шкала сил у меня еще осталась. Либо снаряга, которая сокращает силу при использовании рентгена, либо перс, который сокращает использование силы при рентгене. Я хочу вот такого персонажа увидеть в Mortal Kombat. И 236 тысяч урона, этого более чем достаточно. У противника и 200 не было. тысяч здоровья. Ну и этот бой мы легко с вами прошли. Четвертая башня пройдена, получаем свою награду в виде скольки-то там душ. 60, наверное, или типа того. Да, 60 душ получаем. Замечательно. И отправляемся в последнюю башню, в пятую. В вашем отряде должны быть только персонажи Ермак или Коталькан. Поехали. Давайте создадим с вами отряд. Поначалу из Ермаков и Коталей. Можно даже, наверное, сделать как-то вот сортировку по имени, чтобы нам проще было искать. И... А не помню, все Котали и Ермаки являются внешним миром или нет. По-моему, да. Я могу ошибаться, но вроде бы да. Давайте я... Посмотрю сначала по этой штуке, а потом уже решим. Так, внешний мир, внешний мир, внешний мир. Три Коталя. Есть еще Коталь серебряный и Коталькан такой этот, хороший такой, да. Я не буду серебряного использовать в команде. Я понимаю, что он увеличивает урон от моего основного дамагера, но я хочу прокачивать в том числе и подвиги еще. Поэтому мы возьмем с вами, допустим, в качестве основного перса Ермака классического. В качестве дополнительных персов мы возьмем с вами обязательно Коталькана Бога Солнца. И еще возьмем, допустим, кого-нибудь. Кто еще у нас какие-то бонусы дает? Ну, вроде бы никто, но Повелитель Душ сам себе даст силу, поэтому возьмем его. Хотя, подождите, давайте посмотрим, может быть, у Фараона Ермака есть какой-то бонус? Хотя, не, у Фараона Ермака я буду использовать потом в других отрядах. Давайте мы тогда лучше таким именно отрядом поиграем. Так, надо поставить снарягу на основного нашего дамагера, но, соответственно, это будет шлем, соответственно, это будут револьверы, но и родная снаряга это именно медальон Душ. В принципе, меня все устраивает, и этой командой мы будем играть ближайшие несколько, может быть, даже, ну, не десятков боев, но несколько, так сказать, по три матча будем играть каждый раз, восстанавливать энергию пять раз, ну, то есть, в среднем 18 боев мы будем играть. Если каждая реклама сработает, конечно, если одна из реклам не сработает, или даже больше, нам придется уже за душу тогда восстанавливать энергию, либо играть за другие отряды. Первый отряд уже неприятный против нас с Абзиро. Конечно, у меня не срабатывает пробой блока. Это было быстро. Я здесь использую первый спецприем, потому что не хочу, чтобы мне снарягу сломала Таня. Лучше ее так добью. Но, блин, успел все-таки накопить говнюк себе на первый спецприем. Я даже не знаю, особо нужна ли здесь снаряга именно родная Ермака, потому что в основном я добивать буду противников именно первым спецприемом. Но если будут более толстые соперники, их я буду уже дамажить вторым. Есть там алмазки будут всякие, ну, вы поняли. Следующий бой Куан-Чи, Кубу-Дзюцу, Таня и Барака. Так, поехали. Куан-Чи стоит первым, это хорошо. Но, конечно, не работает пробой блока, как же, без всяких неприятных моментов. Но здесь можно второй использовать, потому что он всего 50% силы у меня затратит. А убьет противника со стопроцентной вероятностью. Ну и Кубу-Дзюцу Таня убиваем первым. Ну, знаете, классический эрмак очень неплохо, так я скажу. Он справляется пока что в пятой башне. Он прям очень быстро всех выносит. Очень много урона летит от него благодаря Котелю Богу Солнца. Он еще и увеличивает дамаг на 30%. Еще и криты от револьвера. Можно было вообще поставить молот Гнева, но я решил все-таки... Все-таки, наверное, для меня криты вместе с Блотбрейкером важнее, чем увеличение урона. Хотя молот Гнева тоже криты дает, поэтому... Даже, по-моему, побольше, чем револьверы, но это не точно. Либо столько же, сколько револьверы. Но, по-моему, побольше, чем револьверы дает он криту. Шанс. Но пробой блока слишком важен, мне кажется, чтобы им не пользоваться. Конечно, молот Гнева, в том числе, еще и одну шкалу силы дает в начале матча. Тоже неплохо. Но если тебя первый спецприем только через отсутствие блока дамажит, такое себе, сами понимаете. Так, ну здесь просто заюзаем второй спецприем и будет изи-бризи-вин. Еще второй спецприем смену отключает, так что даже если мы каким-то макаром не добьем чувака вторым спецприемом, он не сможет смениться. Что тоже достаточно неплохо. Так, ну и сейчас мне надо восстановить энергию, поэтому я восстановлю энергию и вернусь к вам непосредственно через пару секунд. Восстановил я энергию, поехали. Кстати, достаточно прикольную рекламу я посмотрел. Просто 25 секунд смотреть на черный квадрат. Отличная реклама, я считаю, лучше бы всегда такая была. Просто черный квадрат. Даже нигде никаких надписей не было. Что это за реклама? Ну, видимо, просто у них глюканула реклама. Плохо показалось. Но вы энергию дали, поэтому я рад. Мне без разницы что смотреть, там на картинке либо же на черный квадрат. По сути, одно и то же. Учитывая, что рекламируют обычно. Нифига себе, как он перебил мою атаку? Ты оборзел, что ли? Так, иди сюда, Кудзинь. 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 Все, изи-бризи-винт. Ближайшее достаточно большое количество боев мы будем играть именно с вами за РМК классического. Скорпион Ханзо, Шаолинь Кудзинь, Черная Княжня Куанчи, также какое-то ограничение там присутствует. Я, правда, не посмотрел, что это за ограничение. Ну, я не думаю, что там что-то опасное. Скорее всего, что-то язичное. Все, кончился у меня морсик. А что за ограничение это здесь? Я ничего не вижу. А, вполне возможно на увеличенный набор силы. А, нет, нет, не на увеличенный набор силы. Это просто Шаолинь Кудзинь дал. Может быть, вероятность отражения спецприема? Ну, сейчас проверим. Либо, допустим, смертельный урон, допустим, я не знаю. Я фиг знаю, что за ограничение, короче. Потому что и оно вообще как бы себя не показывает никак. А, да, 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 это отражение урона от спецприемов. Я понял. Потому что я сам себя только что сдамажил на 50 тысяч урона. Нормально так, Еще и крит по мне вылетел. Вообще офигеть. Три с половиной тысячи... Ой, 3250 монет мы получили. Ну и двигаемся на последний бой за эту энергию. Против нас Фараон, Бешенство Тигра Гора и Барака Кара. Пока алмазок нету. То есть в первых шести боях алмазок нету. Но я думаю, они пойдут уже после десятого боя. Либо после пятнадцатого. Где-то так. Не очень сложное испытание, потому что алмазок в испытании очень мало, видимо. Поехали разберемся с Ермаком в первую очередь. Ну да, конечно, разберемся. Опять у меня пробой блока не сработал. Давайте я сразу от Бараки избавлюсь. Не хочу давать ему возможность заюзать на мне первый спецприем. Ну опять, вот опять он очень быстро накапливает силу. Я просто каждый раз думаю, ну не может же он накопить столько силы, чтобы использовать первый спецприем. Он накапливает, потому что у него удар каждой рукой идет как два удара. И он просто успевает накопить силу и использовать на мне спецприем. Ибо у Гора вообще пассивно увеличенный набор силы. Так, окей, следующий бой. Бешенство Тигры Гора, порождение Скорпион. О, первая алмазка на седьмом бою, окей. И мы зарядим сейчас с вами отряд. К сожалению, они наконец-то пофиксили рекламу, и она теперь нормально воспроизводится. Заметил ты, когда сегодня смотрел рекламу для получения бесплатных душ, и сейчас она тоже нормально воспроизводится. Ну, конечно, черный квадрат, это забавно. Мне нравится такая реклама. Можно побольше такой рекламы с черными квадратами? Вот это была самая топовая. Просто сидишь, 25 секунд смотришь на черный квадрат, и тебе восстанавливает энергию. Лайк. Это не сарказм сейчас, реально мне, типа, зашло это. Я не хочу смотреть рекламу, я хочу смотреть черные квадраты. Так. Блин, боюсь я скорпиона, конечно, вот этого. Может, мне тупо второй спецприем оставить именно на скорпиона алмазного? А то у него второй спецприем уже. Так что, просто его добьем, давайте, через второй. Я его, кстати, еле добью. Из-за того, что у него сопротивление крита, и он алмазный, он имеет много статов. Следующий бой Таня Кубудзюцу, Дыхание Дракона Борайчо и Сайрекс Триборг. Погнали разбираться с ними. Таню почти сразу убили с одного комбо чуть ли не. Ну, со второго, ладно. Давайте сразу от Триборга избавимся. На, просто тебе на 80 тысяч урона. Ну, начинается, да, оглушение, воспламенение. Вот это вот все. Давай ты немножко полетаешь, братан. Даже без крита 52 тысячи урона более чем достаточно с первого спецприема, чтобы забить противника как кусок мяса. Получаем немного монет, как обычно, и отправляемся с вами в следующий бой. Карабарака, Сайрекс Триборг, стрелок Кудзинь. Окей. Давайте с ними разберемся. Опять же, ограничения только по времени, поэтому все нормально. Единственное, с Сайрекс Триборгом будет не очень приятно сражаться. Но я думаю, я переживу. Нифига себе, я его задамажил через броню. Так, и второй спецприем именно для стрелка Кудзиня. Изи. Это было просто. Так, это у нас был последний бой за эту энергию. Сейчас снова придется ее восстанавливать. Или еще один у нас впереди. Да, придется восстанавливать. Сейчас тогда восстановим. Дальше. И оба! Тут у нас Шаокан есть. Неплохо. Интересненько. Правда, он без снаряги, поэтому опасности он как таково не представляет. Пока что. Но, возможно, он прервет мою атаку и сможет закрутить свое длинное комбо, потом первый спецприем на оглушение. И будет неприятно. Но убить он нас вряд ли сможет, поэтому я здесь особо не переживаю. минус 1. Да ты что думал? У него, кстати, уже откуда-то первый спецприем. А, у них здесь повышенный набор силы, видимо. Да-да-да, это же 10-й бой на ограничения, сами понимаете. Сейчас начнется. Ну, конечно, будешь сетку все время свою кидать. Да ты прикалываешься? Ты будешь так бесконечно делать, что ли? Он чуть не умер. Охренеть можно. Правда, я бы взорвался после смерти, и, скорее всего, он бы тоже взорвался от этого. Но, конечно, это бесконечная комбо с накоплением сил, увеличенным первым спецприемом, неприятная тема очень. Мне даже повезло, что он использовал второй в конце, чтобы я мог хоть что-то сделать. Поехали дальше. Стрелок Кудзинь, Шаолинь, Кудзинь и Богрома Рейден. Да, вот, кстати, третье тоже очень неприятное ограничение, это на увеличенный набор силы. В подобных боях тоже очень неплохо работает. Как видите. А прикиньте, если бы там еще было ограничение, нельзя терять персонажей, я бы потерял Ермака и проиграл. Но это уже только для башни Серай Рю двойные ограничения существуют. здесь мне это, по крайней мере, не грозит. Сто процентов урона, сто семьдесят пять косарей, нормальная такая тема. Ну и Рейдена убиваем через первый. Здесь очень часто встречаются персонажи, у которых очень мало здоровья, и они просто отлетают от любого спецприема моего перса. Типа всяких Люканов, Рейденов и прочих таких слабеньких персонажей. Так, а у нас впереди последний бой за эту энергию. Дыхание дракона оборачивает, стрелок Кудзинь и еще там кто-то. У стрелка тоже, кстати, не очень много здоровья, его тоже достаточно легко убивать. У нас с вами, по-моему, еще две рекламы осталась или одна? Я не помню уже точно. По-моему, еще две. Давайте сразу разберемся с Барайча. Ах ты говнюк, а? Да ты достал, ну серьезно. Второй пошел. Ну и через первый добиваем стрелка. 52 тысячи урона, даже без крита мало кто может прожить. Так, и надо будет сейчас еще раз восстановить энергию. Как я понимаю, вроде это был третий бой. Да, давайте восстановим. Поправляемся с вами в следующие три боя. Сейчас против нас алмазная Девора. Но пока еще нету даже боев с двумя алмазными персами. Пока идет только по одному алмазному персу в отряде. Поэтому особо не сложно проходить битвы. Тем более, еще времени дается более чем достаточно. Поехали. Сразу разберемся с Деворой Атроди. Блин, по нее неплохо криты проходят и я ее быстро убил достаточно. Я здесь первое использую на бараку, потому что ибо нефиг. Не хочу получать опять же истощение от него. Блин, у меня истощит все равно этот Кенши. Можно было и особым и просто добивающим комбоударом его добить, но я решил перестраховаться и убить его именно через спецприем. Так, следующий бой теперь алмазный Эрон Блэк и опять Сайрек Стриборг неприятная тема. Но по-моему это еще битва без ограничения, то есть 14-й вроде боясь, я не ошибаюсь. Так что Сайрекса пока я не боюсь. Но неприятное конечно у меня избил в одном из предыдущих боев на 10-м по-моему. О, пробой блока все-таки сработал, зашибись. Сатерен достаточно быстро меняется, его бы первым лучше добить. Хотя это не понадобилось. Но если Гора вторым выходит, он не успевает еще накопить свои комбинации на первый спецприем, его можно сразу убить. Так, ну Сайрекса мы просто избиваем вторым и проходим дальше. Нормальный урон такой, еще и два крита прокнуло, вообще зашибись. Поехали дальше. Сейчас будет пятнадцатый битва с ограничениями опять же каким-то. Так что должно быть что-то интересненькое. Так, Ермак Фараон, классический Джакс Брикс, чернокнижник Куан Чи. Окей, я вас понял. А чернокнижник у нас третьим стоит, да, то есть он по-любому будет кого-то воскрешать из моих оппонентов, скорее всего Фараона Ермака. Окей, как хочешь воскрешай. Я не против, я его еще раз убью. Не успел блок поставить, хотя мог успеть. Просто моя тормознутость. Здесь виноваты уже. На игру нечего роптать. Вот говно. но у него первый неблокируемый, поэтому здесь нету смысла было ставить блок в любом случае. Ну а теперь домой парень. Здесь опять же какое-то ограничение видимо было, только я его не заметил из-за того, что быстро очень все прошел. Получаем собственно на... А, мы уже получили награды, давайте последний раз посмотрим рекламу, последнюю рекламу на сегодня и продолжим уже играть последний раз за этот отряд. Точнее, мы не последний раз играем за этот ряд, мы еще в конце башни сыграем с вами за этот отряд. но вы поняли да, что я имею ввиду. А если у нас всего Ермаков и Коттелей 9 штук, давайте посчитаем. То есть есть у нас среди Ермаков серебряный, это первый, потом получается из Ермаков испытаний классический такой, это уже 3 штуки, Повелитель душ и дух, это уже 5 Ермаков и Коттелей у нас по-моему 4 штуки, да, если я не ошибаюсь. Сразу полная комбинушка, пахан за удар, минус 1, Кубудзюцу жирная достаточно. Так, а Коттелей сколько у нас? Так, серебряный есть Коттель, я точно знаю. Потом Бог Солнца и Бог Крови, это еще 2 получается. Ой, жалко тебя, Гура, что-то последний остался, у меня еще костяной щит сработал. Это уже 3 Коттеля и есть еще один Коттель испытаний, это темный властелин. То есть в итоге всего 9 персов. 9 персов это 3 команды. Так что я могу сейчас пройти до 21 боя и начать уже по сути потом проходить за 3 Ермаков. Ярон Блэк стрелок, Фарон Ермак Бешенство Тигрегора. Да, наверное я сыграю сейчас, доиграю за классического, затем сыграю еще за других Ермаков и Коттелей золотых. А когда уже заряжу телефон, мы с вами продолжим играть за всех Коттелей и всех Ермаков. Сделаем 3 команды. В одной главной будет Ермак классический, это в последнем бою. В другой главной будет так, поехали. Во второй будет главной Ермак Фараон а в третьем бою наверное Коттелькан Темный Властелин. Не добью, да? Не-не-не, давай без этой фигни. Легчайше. Очередная уверенная победка. Мы отправляемся с вами в последний бой за классического Ермак если я не ошибаюсь. А дальше уже будем играть за Фараона. Ну еще три матча. Так, давай-давай сюда. Сайрекс Трибарк, Черный Дракон Кану, Бугром Рейден, окей. Поехали. Да, у меня уже разряжается телефон. Можно убрать эту штуку пожалуйста с экрана? Спасибо. Минус один есть. Дальше добьем Бога Грома. Ну и вторым спецприемом Я надеюсь я впервые использовать успею свой второй чем он. Да, успею. Нормальный урон мне заходит. Очередная уверенная победка. Так, и сейчас мне нужно поставить просто получается следующую команду последнюю пока что а потом я пойду заряжать телефон для вас как обычно секунда все пройдет можно мне пожалуйста сюда фараона также я возьму давайте темного властелина ну и кого-нибудь одного из типа вот этих пацанов так у повелителя душ уже нету энергии так что возьму кого-нибудь типа Ермака духа вот он у нас ну и соответственно давайте снарягу еще наденем на фараона так ну мне понадобится здесь как обычно стандартная снаряга это собственно револьверы это шлем шаукана и родной медальон так ну и поехали и заодно поиграем за трех разных персов в том числе и за Ермака ой не за Ермака за Котоля этого темного властелина думаю после этих трех боев когда я заряжу телефончик у меня восстановится энергия у персов мы как раз таки за темного властелина с вами поиграем три боя а потом за фараона а потом последние три боя за Ермака классического поехали сразу выносим в первую очередь Саб-Зеро Нормально так урона вливает кстати фараон и очень быстрая у него боевка интересно убью я рейда на Injustice 2 с первого спецприема ни хрена себе я просто его развалил с первого спецприема за фараона все таки неплохой урон и он еще когда по-моему умирают чуваки на протяжении боя либо вашей либо вражеской команды либо кого-то одного я точно не помню кого то фараон Ермак больше получает шанс крит удара и так далее и тому подобное и по-моему еще свое здоровье увеличивает но это не точно и здоровье тиммейтов тоже вроде бы я не помню точно его пассивку но в любом случае перс достаточно классный им прикольно играть в фэм прикольно играть другие режимы потому что он быстрый это самый быстрый из Ермаков но классический мне все равно больше нравится у него пассивка более интересная и больше статов он более живучий так неприятно блин здесь еще это первый спецприем заложь не могу глушить противника придется убивать их вторыми спецприемами это говно еще может оглушить вас и заблокировать спецприем вот как сейчас блин мне бы успеть его убить я так хочу сказать а то я могу не успеть убить их так давайте используем здесь второй спецприем чтобы добить Джакса тут еще и две алмазки у противника ну конечно ты заблокируешь мне сейчас еще спецприем почему бы нет два раза подряд да ты задрал уже ну реально сколько можно то все пошел вон отсюда почти 45 секунд даже больше 48 секунд я на них потратил по-моему ну это все еще уложился в одну минуту значит в принципе будет нетрудно на последних боях хотя фиг его знает опять же поехали дальше 21 бой а это еще был битва с ограничением каким-то то есть видимо было еще какое-то из ограничений ну последний бой играем потом я иду заряжаться и дальше мы продолжаем с вами играть за темного стилина котоля блин такой старенький перст так прикольно за него вернуться поиграть реально я прям предвкушаю эту ностальгию плюс у него первый спецприем неблокируемый и наносит кровотечение но очень мало урона второй вызывает аштека который может принять на себя урон от спецприемов вражеских противников вражеских противников вражеских персонажей нифига он быстро поменялся а что он так быстро меняется что ли давайте сразу стрелка уложим интересно будет юзать да будет юзать второй о сопротивление кровотечению сработало с какой-то бухты барахты ну просто и заюзаем второй это как бы стопроцентная смерть каждый удар по 29 тысяч урона нормально каждый удар крит вообще тема отлично победка ну что ж я тогда отправляюсь заряжать телефончик увижусь с вами буквально через пару секунд для вас через пару часов для меня так что сейчас приду и продолжим играть за котеля темного властелина сейчас вернусь что ж вот я и здесь и мы продолжаем у нас котель темный властелин поехали снаряга накутали если чё его родной ритуальный нож десятого слияния ну естественно всё десятого слияния также сосуд крови скарлетт и это как она называется это броня шаукана во вспомнил да сосуд крови даст нам блок брейкер и шанс нанести кровотечение у нас урон по кровоточащим врагам и урон по и блок брейкер даётся чё я хотел сказать давайте добьём для начала шаукана затем разберёмся с ермаком о кровотечение видите какое повышение урона пошло у нас ну и там ещё какие-то бонусы даётся по моему по кровотечению если бить сейчас если удастся пробить джакса я использую второй спецприём и смогу за аштека добить джакса наверное если урона конечно хватит не немножко не хватило урона у меня но всё равно я добью тебя за аштека я должен добить его за аштека да добил окей кстати мне кажется или звук какой-то немножко тиховатый да не вроде нормальный наверное просто мне кажется забавная конечно у него это стойка поехали дальше бешенство тигрогоров арон ермак и кара барака не уверен что этот этот котель вывезет битву с ограничением но там у нас уже будет сражаться другая команда из во главе с фараоном ермаком так что в принципе нормально должно быть поехали дальше убиваем бешенство тигра гора всё минус гора замечательно теперь надо как-то ермак убить на самом деле давайте мы просто первым спецприемом его завалим давай кровотечение сюда нет мне прикалывает что он на большом расстоянии достаточно работает первый спецприем но урона от него конечно немного так давай не выпендривайся барака отлетаешь очередная уверенная победа закотали и по-моему у нас остался всего один бой завершить закотали и можно будет менять команду на более мощную так сказать стрелок кудзинин джастис рейден предательниц тани достаточно жирные персонажи ну кроме стрелка так что с ними будет посложнее но опять же эта битва еще без ограничения и времени дается 1 минута 30 секунд поэтому мы точно успеем пройти это все даже несмотря на истощение и урона рейдена постепенный или он урона не наносит пассивкой не помню точно напомню что он точно истощает пассивкой вот наносит ли он урон пока он в бою я не помню но мы это узнаем так или иначе когда он выйдет в бой такс но я не вижу чтобы урон наносился вроде он не наносится вроде только так максимальный дэмэдж еще и два крита сработало замечательно давай кровотечение ну давай кровотечение ну пожалуйста не хочет накладываться у нас кровотечение ну и ладно вроде 50% шанс нанести кровотечение завершающим комбоударом но он 3 раза подряд не сработал этот шанс обидно у меня по моему просто урона на 25% больше против противников с кровотечением и так собственно ваш отряд застали врасплох замена бойцов случайным образом это будет неприятная битва но мы постараемся ее завершить с вами тут все еще полторы минуты дается на бой возьмем с вами фараона и так же я возьму давайте я сделаю попроще чтобы мне было легче ориентироваться я возьму вот так сделаю затем вот так давай еще алмазный фильтр мне нужен замечательно и мы возьмем с вами сейчас хотя зачем мне алмазный фильтр да серьезно среди ермаков же и коттали нет алмазных персов так что нафиг он мне нужен так ищем короче духа берем еще собственно так котталькан фараон ермак так мне нужна еще сортировка по имени чтобы было удобнее ориентироваться так и нам еще понадобится котталькан бух солнца это потом котталькан серебряный тоже потом так что возьмем наверное еще одного ермака это у нас ермак повелитель душ и я бы хотел у него будет этот первый спецприем второй спецприем в начале битвы поэтому да давайте мы возьмем сюда еще шлем шелкана а ермаку повелителю душ мы тоже поставим какую нибудь снарягу допустим блокбрейкер пусть будет ржавая бензопила так но этому ермаку я наверное ничего ставить не буду нафиг на него и пойдем дальше сражаться с вами поехали главное главное сейчас пройти за этот отряд за финальный уже будет легче главное вот этот бой на самом деле пройти с ограничением 25 бой замена бойцов так что это будет не очень приятно но у нас есть блокбрейкер на ермаке повелители душ если на него сменятся мы сможем вторым спецприемом заваншотать кого нибудь надо за ермака как можно больше урон нанести за фараона давайте один раз хотя бы убьем бараку если нам не сменят сейчас перса мы его добьем до конца так сейчас уже должны скоро сменить перса блин сменили на духа ермака отстой ну набиваем второй спецприем и ждем когда сменят нам снова перса о замечательно так ваншотаем второго перса и у нас остается только разобраться с кванчей кстати интересно что у меня всего одну шкалу силы потратилось а да это же фича бензопилы она тоже дает пониженный расход силы на ой я отвлекся пониженный расход силы на использование второго спецприема так меняет нам перса ну и ваншотаем куанчи но это было не сложно скажем так дальше то будет вообще просто ну если конечно не будет какой нибудь ассасин джейд который будет постоянно уклоняться или тип того эрон блэк бог грома и сайрекс окей ну поехали разберемся с ними ограничений уже не будет никаких так что я думаю будет просто единственный минус что сейчас бои идут по одной минуте и можно не успеть завалить персов противника но я думаю мы успеем все таки эрмак фарон десятого слияния как-никак блин все таки не пробой блока не сработал я надеялся на то что он сработает блин он же сейчас еще первый спецприем на меня закинет нифига себе у тебя урон конечно батенька все easy breezy easy win 33 секунды потратил достаточно много на самом деле так ну и отправляемся в финальный бой за этого эрмака дальше уже будем составлять себе последнюю команду самую жесткую по сути по урону но единственный ее минус в том что весь урон будет сконцентрирован только на одном персонаже остальные двое лохов будут в команде у них мало атаки мало здоровья поэтому надо будет чисто за эрмака классического драться а это будет не так-то просто особенно против трех алмазок поехали блин джакс неприятно очень если заблокирует обычную атаку но повезло мне с этим ух ты его почти убил но у него глушение поэтому это не страшно так как Гора вышел вторым он уже не успеет использовать свой первый спецприем а вот Ниндзюцу Скорп еще может нам нервы попортить давайте я вот так сделаю по-быренькому завалю Ниндзюцу Скорпа и мы пойдем с вами дальше уже играть за финальный отряд ну че сейчас самая жесть будет самая жесть давайте соберем финальный наш отряд он будет состоять у нас из котоля бога солнца котоля серебра и соответственно ермака классического плюс 45% к атаке урон будет от обычных ударов бешеный идти и от спецприема в том числе тоже нужно только одеть правильную снарягу давайте шлем давайте сюда мне револьверы и соответственно родной медальон душ ну все сейчас будет просто разрыв просто я не знаю будем изничтожать противников рейден инжастис 2 богрома рейден и стрелок кудзинь поехали чувство урон сейчас будет от ермака идти просто дикий главное только быстро убивать соперников все будет замечательно максимальный демедж так сказать команда с максимальным дпс и что только молота гнева не хватает на ермаке но это мне кажется уже слишком было бы ну урон конечно нормальный сочный такой идет блин не добил немножко я рейдена это не страшно я добью его сейчас интересно сколько урона будет от первого спецприема на тебе нафиг на 55 тысяч ну и добиваем собственно рейда на бога грома на тебе 166 тысяч урона 167 даже практически с первого спецприема нормальный такой урон я представляю сколько там урона прилетит со второго спецприема так последний бой три алмазных перца джакс брикс классика порождение ада скорпион и шаукан у двух персов больше 80 тысяч здоровья но вот это будет по сути самый сложный бой на протяжении всей башни ну не считая босса и как бы должно быть достаточно хардово три алмазки все таки главное против скорпа порождение ада не потерять эрмака а то он может жахнуть так спецприемом что будет очень больно еще и огненно этот урон повесит который будет меня одновременно дамажить и истощать ну сейчас будет короче самый жесткий бой вы готовы и нужно за минуту это все пройти напоминаю так треть хп минус 27 тысяч урона нормально блин отстой истощил меня вот это было сейчас очень неприятно на шалкане можно в принципе набить второй спецприем а потом просто завалить этого завалить скорпиона порождение ада добей отлично ну и все это победа сколько урона интересно будет 49 62 и 4 а ну да у него же сопротивление крит ударом по нему критические удары не проходят ну а 100 тысяч урона тем не менее все равно достаточно весомая такая циферка получаем 15 кусков и у нас финалочка босс интересно сколько он жесткий будет сколько у него будет здоровья 210 тысяч здоровья и почти 30 чек атаки окей ну че сейчас короче будет самое жесткое мне кажется достаточно будет один второй спецприем на него использовать ему мало не покажется а если еще и криты пройдут так это вообще будет смерть без усиления ермак вторым дамажит где-то на сотку косарей от 100 до 150 в среднем это если без критов без усиления в виде котальканов о сопротивление ослаблению сработало зашибись это хорошо так ну и добиваем наверное его давай криты пожалуйста я хочу криты 37 69 ну да один раз крит сработал и его это добило но как видите он гораздо меньше урона получает из-за своей брони что даже с критом достаточно мало урона всего 70 тысяч прошло со второго удара об землю но тем не менее мы победили испытание пройдено поздравляем итак смотрим короче че нам выпало 100 душ зашибись тремор 54 душ 27000 монет зашибись 533 душ 329 миллиона монет нормально итак чистая победа поздравляем даже уровень сложности старший бог покорился вашей невероятной силе вы победили очень многих на самом пути но не волнуйтесь их души не пропадут даром наслаждайтесь своими наградами ну как-то так собственно ну и испытание у нас пройдено как вы видите СБ был последний уровень сложности и на этом я буду пока что заканчивать так что большое спасибо вам за просмотр а с вами был Ник удачи до скорых встреч мы еще увидимся пока пока пока